всех приветствую дорогие друзья зовут меня татьяна стабильного и я являюсь партнером проекта new life и я уже выпустила серию постов и уже было несколько роликов где я говорил что я сейчас очень увлечена прокачка личного бренда и пригласил всех желающих свой положительным и отрицательным в прокачке своего личного бренда я собрала очень много теории я с удовольствием с вами телевизи и продолжение своего паса важнейших действий успеха я хочу попасть в одном из важнейшим из одной из важнейших составляющих для достижения успеха это ресурсы ресурсы что же такое ресурсы ресурсы это знание умения это информация это время деньги и способности ресурсы у нас делится на внутренние и внешние что такое внутренние ресурсы а что такое внешние ресурсы это деньги люди информации время внешне внутренние ресурсы это наши способности умения состояния и наши Наши человеческие качества. Внешние ресурсы со временем могут становиться нашими внутренними ресурсами. Почему? Потому что, например, полученные нами знания или какая-то информация других людей, она может повлиять на наши человеческие качества, на наши ценности, она может каким-то образом повлиять на наше мышление. В принципе, все необходимые ресурсы для достижения наших целей, они есть у каждого человека. У каждого они есть свои, надо только, главное, понять, принять себя и понять, в чем ты хорош, чем ты владеешь. И надо понимать, что все это настолько индивидуально, какой-то определенный универсальный формул для всех одной нет, потому что все мы люди разные, все мы уникальные. То есть то, что для одного является хорошим ресурсом в продвижении бизнеса, для другого, наоборот, может казаться каким-то тормозом. Например, одному человеку, наоборот, нужно расслабиться и отпустить ситуацию, и дело сдвинется с мертвой точки. А другому человеку, наоборот, нужен жесткий самоконтроль, чтобы добиться какого-то успеха. Так вот, надо правильно оценивать свои внутренние ресурсы, чтобы понимать, правильно ли ты движешься по достижению своей цели. Надо понять, насколько ты уверен в себе, как ты оцениваешь свой уровень экспертности, насколько ты готов к переменам, даешь ли ты себе право на ошибку, насколько ты зависишь от мнения окружающих людей. У каждого из нас есть мощные ресурсы, повторюсь, нужно самое главное понять и принять себя. А если мы внутренние ресурсы можем контролировать и какие-то из них развивать, какие-то из них, наоборот, притормаживать, которые нам мешают, то внешние ресурсы, конечно, не всегда мы можем ими управлять, но мы можем взять под контроль получение и привлечение внешних ресурсов в нашу жизнь через свое поведение и состояние, то есть как мы их воспринимаем. Надо помнить такие вещи, что для качественной жизни и карьеры очень важно поддерживать в себе уверенность, самодисциплину, эмоциональный интеллект, здоровье и знания. Правильно говорят, здоровье не купишь ни за какие деньги. Если ты поставил перед собой определенную цель, то, конечно, тебе нужно здоровое тело. Кроме ментального у нас есть и физическая оболочка, никуда ты этого не венишься, и мы свое тело должны поддерживать в нормальном состоянии. Также мы должны обязательно поддерживать свой интеллект, обязательно учиться, чтобы быть интересными другим, и чтобы знать, какими современными методами развиваться. Помните, что события этого года показали нам, насколько быстро, буквально в одночасье мы можем лишиться внешних ресурсов. Поэтому поддерживайте свои внутренние ресурсы, развивайте их, вкладывайте в себя, не жалейте. Внутренние ценности, они всегда в цене. Ну что ж, вот так вот вкратце я пробежалась по ресурсам, которые являются одним из важнейших, скажем так, орудием в нашем достижении, в наших целях. Надеюсь, была для вас информативной. Кому интересна тема прокачки личного бренда, ставьте плюсик в комментариях. Я скину вам ссылку на свой чат в Telegram, и будем вместе работать над этим вопросом.